Дилеры Infiniti принимают заказы на купеобразный кроссовер QX55, а вскоре стартуют поставки живых машин. Вообще первый купеобразный кроссовер Infiniti — модель FX — появился задолго до того, как это стало мейнстримом, но затем покинул гамму марки. Его идеологическим преемником отныне станет вышеупомянутый QX55, что удачно примерил знакомый образ. От старого доброго Infiniti FX новому 55-му достался лихой силуэт, подчёркнутый характерной формой бокового остекления. И хотя новинка создана из практичного QX50, дизайнеры немало постарались, чтобы перекроить образ исходника. Так, купеобразный формат подчёркнут фирменным обвесом кузова, крупной решёткой радиатора и оригинальным оформлением кормы. Вдобавок, при такой же размерности колёсной базы, новый кроссовер получился длиннее и ниже своего донора. Интерьер — один на двоих. Также общим местом оказался двухлитровый турбомотор, знаменитый переменной степенью сжатия. В российской версии он выдаёт налоговыгодные 249 сил. С ним состыкованный вариатор и полный привод. Но если модель QX50 располагает пятью комплектациями, то покупателям купеобразного Infiniti придётся выбирать лишь из четырёх. Самая младшая стоит больше четырёх миллионов рублей. То бишь доплата за модную кепку составит 350 тысяч целковых. Базовый 55-й имеет восемь подушек безопасности, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему, светодиодные фары, электропривод крышки багажника и двадцатидюймовые колёса. Между тем, на американском рынке стартовали продажи Infiniti QX60 второго поколения. Напомним, что модель немного сменила формат. При прежней колёсной базе длина уменьшилась, а высота, наоборот, увеличилась. Коррекция габаритов улучшила геометрию посадки на втором и третьем рядах, что добавило место для ног. Солидная передняя панель теперь сделана многоэтажной, а на нижнем ярусе расположился сенсорный блок управления микроклиматом. Под капотом своё присутствие сохранил 300-сильный бензиновый V6, но вместо вариатора ему отныне ассистирует девятидиапазонный автомат. В трансмиссии прописалась новая муфта подключения задней оси, которая срабатывает ощутимо быстрее прежней. Схема шасси принципиально сохранена, но свежие настройки добавят машине комфорта. За торможение теперь отвечают более крупные диски. Так что российским фанатам Infinity однозначно стоит ждать прихода новинки.